Если ты любишь посмеяться и тебе нравится смотреть просто наикрутейшие обзоры, советую подписаться на канал моего друга, ссылка будет в аннотации и в описании к этому видео. Дюв Карнеш, человек, который дарит радость. Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Белик, и в этом видео мы вместе с вами вернемся в прошлое. Это видео будет о тех вещах, которые происходили с нами, а именно в детстве. Это видео будет называться «А вы помните?». Так что прошу посмотреть это видео до конца и хотя бы за пару минут себя перенести в прошлое. Поехали! А вы помните, когда мы были маленькие и нам родители что-то покупали? Ну или когда мы ходили вместе с ними в гости, там где много конфет, развлечений, и когда мы что-то хотели и получали это, мы чувствовали себя счастливыми и постоянно говорили фразу «Это был самый лучший мой день». А помните, когда мы играли в казаки-разбойники или в догонялки или птички на дереве? Это было уже действительно круто. А сейчас мы это все вспоминаем только с огромной улыбкой и радостью. Помню, когда нам с одноклассниками попадал шанс быть разбойниками, где мы только и не прятались. Когда еще был урок труда, мы постоянно куда-то исчезали. А еще, когда ты разбойник, ты убегаешь не в те места, где можно прятаться, а все просто убегают за километры от начала игры. А помните, когда нас друзья звали на улицу, мы не задумывались, во что мы были одеты? Ведь на первом месте у нас стояли только друзья. Ну а после наших интересных приключений и прогулок, мы приходили как свиньи домой. Что правда, то правда. Мы были все черные, все грязные, у нас были побитые коленки, но нам было наплевать на это. Если было очень больно или было много крови, то мы просто ходили и искали подорожники. Ну что, припоминаете все это? Разве не здорово? А помните, когда лел любой дождь, сильный или мелкий, мы постоянно разувались и бегали? Вы помните все это? А помните, когда мы приходили к друзьям в гости, мы постоянно заглядывали к ним в холодильник? Хотя, в принципе, это и сейчас продолжается. А помните, когда мы зарабатывали всеми различными способами на сухарики, которые были очень вкусными и очень популярными? И только ради них мы были готовы отдать все, что угодно. Ну а помните, когда нас родители постоянно наказывали и говорили такую фразу? Иди в угол! Это действительно была популярная фраза. Я помню, когда мне было лет пять, меня ставили в углу на целый день. Это просто не передать словами. А помните, что самое страшное для нас было? Это опоздать на мультики, которые ты ждал каждую субботу. О, Дисней! О, великий Дисней! Мультики нашего детства! О, да! Это, наверное, воспоминания, которые греют нам всем душу. Но хочу сказать, что это не все. Это всего лишь половина радости, которая произошла именно с нами. Наше будущее – это наша семья, наши дети, которым мы обязаны подарить такое детство, которое было у нас и даже лучше. Пусть теперь наши дети вспоминают о детстве, которое подарим мы им. Я надеюсь, что вы посмотрели это видео до конца, и оно согрело вам немножечко душу наших великих детских воспоминаний. И помните, что наше детство было самым настоящим и самым лучшим.